Здарова, чуваки и чувишечки! Это обзоры от Мопорк, как всегда это трэш и андроид шейк. Ну и по традиции мы начинаем с заказов на топы. В последнем видео было так много желающих увидеть стратегии, что я решил целый шейк посвятить нашим стратегам. Так что экшендрочеры сегодня свои стволы показывать никто не будет. Зе Банэ Сага – это невероятно красивая ролевая игра с элементами пошаговой стратегии, основанная на скандинавской мифологии. В преддверии конца света тебе предстоит отправиться в поход по заснеженной местности, встречая на своем пути союзников в битве против новой необычной угрозы. Тебя ждет скандинавская легенда, прекрасная боевая система, великолепная мультипликационная графика и захватывающий сюжет, полностью зависящий от твоего выбора и действий. Dawn of Titans пока что является самой красивой и масштабной стратегией с эпическим противостоянием богов. Я говорю пока по причине анонса, о котором вы узнаете чуть-чуть позже. Dawn of Titans – стратегия в реальном времени. Ты сможешь развивать собственное королевство, нанимать и тренировать целые войска, а также управлять ими на поле боя. Помимо обычной пехоты, ты сможешь управлять драконами и титанами. Вдоволь наигравшись в кампанию, можно опробовать и мультиплеер. Total War Battles Kingdom тоже является довольно масштабной стратегией в реальном времени. События разворачиваются в 10 веке, в суровые времена средневековой Англии. Игрокам предстоит заниматься строительством и вступать в зрелищные бои. Примечательно то, что эта онлайн-стратегия, завернутая в продуманную экономику, что делает прохождение более интересным и реалистичным. Но по этой же причине игра требует постоянное интернет-соединение. Если же вам более по вкусу современная техника, то советую вам опробовать Art of War 3 Global Conflict. В самом начале вам будет необходимо присоединиться к стороне конфликта. И выбор той или иной фракции подарит вам как преимущества, так и свои слабости. Тебе потребуется заниматься разведкой, правильно подобрать баланс юнитов, следить за количеством ресурсов и вовремя строить необходимые цеха и пункты. В игре есть куча боевой техники, танки, бронированные машины, ракетницы и даже поддержка с воздуха. Старофронт Коллижен Да, она полностью слизана со Старкрафт 2, но разве это плохо? Благодаря геймлофту мы можем наслаждаться самой полноценной, не казуальной РТС на мобильной платформе. А теперь отправимся в прошлое и посмотрим, что же хорошего мы пропустили или, быть может, позабыли. Пока я снимал этот шейк, наткнулся на великолепную РТС 2014 года, посвященную разборкам первобытных племен на динозаврах. Rex Tribal Society – отличная стратегия, в которой тебе будет необходимо сражаться за право на существование. Основная фишка игры – это использование динозавров как скот, транспорт и боевые единицы. Упор игры сделан на мультиплеерных баталиях и сражениях за плодородные территории. У игры хороший потенциал, неплохой геймплей и идея. Настоятельно рекомендую. А теперь давайте узнаем, какая стратегия заслужила звание «Игра недели». На днях вышла великолепная стратегия с эпическим сюжетом и масштабными сражениями. Правда, она про муравьев. Ну а нам-то что? Армианс – новая, нетребовательная и забавная стратегия в интересном режиме 5 на 5. Твоя задача – разбить вражеские войска, завоевать флаг и захватить гнездо королевы для победы. В игре множество экшена, забавные карты, прокачка каждого юнита и интересные стратегические возможности. Можно использовать окружение для укрытий, воду, воздушных насекомых и многое другое. Армианс отлично поднимает настроение и не займет много времени в матчах. Ну а теперь давайте узнаем, чего там интересного и стратегии должно выйти в ближайшем будущем. В октябре должен выйти полноценный порт знаменитой и замечательной ROM Total War, вышедшей на ПК в далеком 2004. Серия, посвященная Риму, запомнилась игрокам особенно. Ведь это первая серия, реализованная в 3D во всех своих элементах. Графика и реализм поведения бойцов стали на порядок круче. Солдатики перестали быть картонными, а возможностям обзора камеры не стало границ. И можете ли вы поверить, что теперь вся экономика, грабежи, шантажи, стратегия, налоги и великолепная история Рима станет доступной на мобильных платформах уже через пару месяцев. Ну и напоследок, поднимем настроение с занятным трэшем. Это живое! Это живое! Это живое! Это живое! Всегда найдутся разработчики, чье чувство юмора и смелость позволят им создать стратегию, в которой вы будете управлять плесенью. Молтон Пицца Делюкс, наверное, мой самый любимый трэшак. В ваших обязанностях захватить пиццу плесенью во что бы то ни стало. Дать отпор злобным консервантам, мухам и жирам. Ты сможешь опробовать свыше 50 боевых единиц плесени. Сыграть 8 забавных мини-игр. Дать отпор друзьям и недругам в ПВП и сразиться с огромными боссами. Отличная мультипликационная графика. Полный сюжетный трэш и юмористический сюжет не оставят тебя равнодушным к плесени. А на сегодня это всё. Ставь лойс, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал, если уже давно этого не сделал. Напоминаю, что первому, кто укашет время с печенюшкой, я отправлю сигну на стенку ВК. Так что удачи и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!